Всем привет! С вами Лена! Не просто Лена, а брусевшая кореянка, кто очень-очень-очень любит Россию. Вы увидели в начале моего видео баннер. Если кто-то из вас следит за моим инстаграмом, то тот уже знает о том, что Министерство иностранных дел Кореи в честь 30-летия дипломатических отношений России и Кореи назначили меня послом-информатором. Спасибо вам огромное, потому что это все благодаря вам, это и ваша заслуга. Я это очень ценю и очень-очень-очень-очень сильно вам благодарна. И наконец-то у меня тоже появился шанс вернуть вам хоть капитульскую каплю. Хотя бы каплю вашей любви вам. Моя должность по-корейски называется хумбу алими. Насловно перевод это да, посол-информатор. Может быть по-русски немножко странновато звучит, конечно. Может быть вы дадите мне подсказку, как лучше обозвать, как лучше назвать данную должность. Напишите, пожалуйста, ваши идеи в комментариях. Представляете, дружбе наших стран уже 30 лет. А я живу в России с 1997 года, аж 23 года. В России все мое детство. Я здесь окончила школу, закончила университет здесь. Здесь все мои друзья, все мои учителя, все мои преподаватели, все мои коллеги, сотрудники. Здесь моя работа, моя жизнь. И живя здесь 23 года, я получила столько позитивной энергии эмоций. Конечно, когда я только-только приехала, представление корейцев о России было не только с позитивной стороны. Но, скорее всего, я считаю, что это связано из-за недостатка информации. Но поскольку, прожившись здесь столько лет, я знаю, насколько хорошая эта страна, я всегда считала своим долгом стать мостом между Кореей и Россией, чтобы я могла рассказывать корейцам, как хорошо жить в России и рассказывать русским, как хорошо жить в Корее. И это, конечно, является одной из причин, почему я начала заниматься ютубом. Хотя до того, как я начала заниматься ютубом, я в режиме оффлайн. Всем, кто задавал меня вопрос о Корее или о России, я всегда рассказывала под долгом, как хорошо жить в России и как хорошо жить в Корее. И наконец-то появился ютуб, наконец-то, когда я открыла канал, у меня появилось больше возможностей рассказывать большим людям, то бишь моим подписчикам, все-все-все информации и также обучать языку. И с прошлого года я открыла еще один канал, тот канал уже корейскоязычный, который я делаю видео именно для корейцев. И туда я выкладываю видео по изучению русского языка, а также рассказываю корейцам о России и о русской культуре. Так вот, поскольку мне доверили такую важную, ответственную должность, отныне я буду потихонечку выкладывать видео о дружбе наших стран, о наших отношениях, как мы развивались и чего мы добились за эти 30 лет. Надеюсь, вам это тоже понравится, надеюсь, вам это тоже будет интересно. Многие из вас в комментариях или мне в личном сообщении писали с просьбой или с вопросом. Лена, можете рассказать нам об истории Кореи, об истории наших стран? Я, конечно, окончила не гуманитарные науки, поэтому история это не моя специальность, но тем не менее я постараюсь вам рассказывать это, чтобы вам было понятно, чтобы вам было это интересно, не скучно, как возможно бывает на занятиях. И, не знаю, можете включить как сказку на ночь. Почему бы нет? Послушайте хотя бы ради интереса, посмотрите, пожалуйста, видео до конца. Итак, как все начиналось? Как началась наша дружба? Ныне мы говорим, что нашим отношениям 30 лет, а вы знали, что на самом деле нашей дружбе гораздо больше лет, чем 30. Оказывается, наши отношения начались еще в 1884 году. В 1884 году был подписан договор о дружбе и торговле в тогдашнее время королевства Чхусан и Российской империи. В то время королем Кореи был король Ко-Дюм. Я думаю, имя этого короля вы могли слышать в различных драмах, типа Мистер Саншайн. Но, к сожалению, в то время наша дружба продлилась не так долго, всего лишь около 20 лет. Наша дружба прервалась из-за российско-японской войны. И мы больше не общались около 80 лет. Представляете? Такая грусть. Может быть, именно по этой причине, что мы так долго не общались друг с другом, так долго не дружили друг с другом, когда я впервые приехала в Россию в 1997 году, мало кто знал о Корее, но и мало кто в Корее знали о России. Ну, ничего, ведь для этого есть я, Лена, которая расскажет вам все-все-все упущенное. Да? И как же нам удалось восстановить нашу дружбу? Дипломатическое отношение стало улучшаться с 1989 года. 3 апреля этого года в Сиуле было установлено представительство ТПП СССР, а в июле Котра открыла свой офис в Москве. Котра – это корейское агентство содействия торговли и инвестициям. Она работает и по сей день. И 30 сентября 1990 года стал официальным днём, историческим днём заключения дипломатических отношений двух стран. Вы знаете фразу «Онэмута ириль»? Эта фраза используется среди корейских пар, когда они только-только начинают встречаться. Так вот, как раз вот этот день можно назвать «Онэмута ириль» между Россией и Кореей. И с тех пор мы начали общаться очень-очень активно практически во всех сферах деятельности. Начинается с государственного управления, в экономике, в торговле, в медицине, в культуре и так далее, и так далее. Я думаю, вы знакомы с такими названиями компаний, как Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, LG и так далее, да? Это крупные компании Кореи, которые построили гостиницы и заводы на территории Российской Федерации и внесли в нем маленький вклад в развитие экономики двух стран. Когда я приехала в Корею еще в 1997 году, 90-е годы, люди могли не знать про Корею, но Доширак и Чукупай знают все. И теперь практически во всех магазинах можно найти хотя бы один или два или больше корейских продуктов. И это так приятно, когда я захожу в магазин. Особенно, знаете, приятно туристам, которые приезжают в Россию. Если вы дадите добро, то я в следующем видео попробую снять про наши вкусняшки. Помимо вкусностей, Корея также известна своими продукциями в области красоты и медицины. Я думаю, вы хотя бы раз сталкивались с корейской косметикой. Ну и также я, будучи работая врачом, знаю, что многие косметологи используют даже инъекционные медицинские препараты из Кореи. Ну, про кей-поп, кей-драмы я вообще молчу, потому что в таких областях вы больше специалисты, чем я. Я думаю, я ничуть не переувеличу, если скажу, что благодаря кей-поп и кей-драмам увеличилось количество людей, которые хотят изучать корейский язык, но и действительно учат его. Это видно даже по количеству подписчиков моего канала. Могу сказать, что как раз айдолы и актеры корейские очень большие патриоты нашей страны. Если 20 лет назад, когда мы говорили, что мы приехали из Кореи, нас спрашивали про доширак, про чокопай, про машину, то теперь практически все в первом же делу спрашивают про... BTS! Ну, кормятся, Витязь! Ну, что это все на словах, на словах, да? Давайте теперь мы поговорим на цифрах. Например, сумма сделок между двумя странами с 800 миллионов долларов в 90-е годы выросла до 22 биллионов в прошлом году. Даже не представляется, что это за цифры такие большие. А количество туристов, если в 90-е годы были всего лишь 30 тысяч, то в 2019 году число туристов возросло до 770 тысяч. В 2014 году в заключении безвизовой системы сыграло, конечно, большую роль в росте количества туристов. Ну, конечно же, без визы намного удобнее ездить и путешествовать, чем с визой. Помните, когда я была на пятом курсе, я и моя подруга, мы должны были поехать в Северский университет на день-месяц по программе обмена студентов. И помню, в то время подруге приходилось собирать документы, ждать, пока придет приглашение, потом ездить в посольство за визой, и все это заняло целый месяц. Я думаю, если бы тогда была уже безвизовая система, то мы могли бы заблаговременно спланировать дату наших перелетов и заранее уже купить билеты. Тогда это было так сложно, это было так долго, это было так непредсказуемо. Ну, а сейчас, пожалуйста, если у вас появилось желание поехать в Корею, можете собрать чемодан и поехать прям завтра. Ну, после того, как закончится ситуация с коронавирусом, конечно. В этом видео я вкратце вам рассказала, как начиналось наше отношение и что мы имеем сейчас. Надеюсь, вам было интересно. В следующем видео я вернусь к более интересным и важным контентам про наши страны. Ждите, пожалуйста. Не забудьте, пожалуйста, лайкнуть, подписаться, а также внизу будет колокольчик, чтобы не упустить мое новое видео. А мы увидимся в следующем видео. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Целую. Пока.